В мире начинается настоящая истерика о работе подпольных участков китайской полиции за рубежом. Недавно один из таких участков накрыли в Чайнатауне Нью-Йорка, арестовав двух китайцев. Однако общее число похожих участков США и Европе идет на десятки. Филиалы китайской национальной полиции имеются в Британии, Канаде, Нидерландах, Ирландии, Германии и практически везде, где проживает значимая китайская диаспора. Причем в некоторых странах, в Италии, Хорватии, и Сербии, китайские полицейские вполне официально оказывают услуги по обеспечению безопасности в местах проживания своих соотечественников. В этой связи западные страны в очередной раз раскололись по вопросу Китая. США и Британии, где доминирует антикитайское лобби, требует устроить всеобщую кампанию по закрытию участков китайской полиции. Страны, которые стремятся сохранить рабочие отношения с Китаем, указывают на то, что китайские полицейские никак закона не нарушают. Впрочем, не в случае, как в США, где нелегально выдавали документы китайцам, водительские права и разрешения на работу. Кроме того, китайская диаспора в США жаловалась на то, что их принуждают возвращаться домой, в Китай. В Конгрессе требуют от Байдена усилить борьбу с китайцами, называя происходящее превращением США в охотничьи угодья для иностранных разведок. Но почему-то, например, в Нью-Йорке гайки отношения китайцев, занимающихся незаконными полицейскими участками пока не закручиваются.